Всем добрый день! Меня зовут Ольга. Сейчас мы сделаем таким образом проведем нашу встречу. Сейчас я сделаю короткий обзор по презентации Эзерчейна и затем мы с вами сделаем такой сет ответы вопросы. И я думаю, так будет лучше. Уже будут какие-то более конкретные вопросы. Возможно, на какие-то вопросы я отвечу. По ходу презентации, пожалуйста, вопросы задавать не надо. Когда я закончу, тогда мы продолжим уже как вопросы-ответы сет отдельный. Итак, начнем. Что такое Эзерчейн? Это новый смарт-контракт, не похожий на те, которые были раньше. Первый 100% децентрализованный смарт-контракт, который организован как фонд сообщества. Это финансовая система, которая создана на блокчейне Эфириума на смарт-контракт технологиях. Система прозрачная, финансовый фонд, сделан как финансовый фонд и одна из самых прозрачных форм сообществ в мире, потому что на смарт-контракте. Значит, пройдемся быстренько. Для тех, кто еще не очень разбирается в смарт-контрактах, это интеллектуальный протокол, развернутый в общедоступной цепочке платформы Эфириум. Он обладает такими характеристиками. Он не подвержен коррупции, защищен от несанкционированного доступа, справедлив, открыт, прозрачен и полностью исключен человеческий фактор. Смарт-контракт EtherChain предназначен для предоставления поддержки каждому участнику независимого финансового фонда, основанного на технологиях блокчейна и смарт-контракта. И внося Эфиры в фонд на адрес смарт-контракта, вы активируете программу и получаете 310% обратно. Распределение происходит в соответствии с алгоритмом контракта. То есть все полностью идет по заранее созданным и внедренным алгоритмам. EtherChain на 100% децентрализован и организован в виде сообщества. В системе нет дополнительной прибыли. Это модель поддержки P2P, которая обеспечивает равноправность, прозрачность, справедливость для всех. Нет посредников, нет владельцев, нет взаимодействия между компанией и человеком. Это эффективно гарантирует справедливость для всех участвующих партнеров в соответствии со правилами смарт-контракта. И в итоге получается, что это на сегодняшний день самая разумная, безопасная и лучшая модель финансовой поддержки, которая доступна в настоящее время. Как EtherChain работает? Мы присоединяемся к EtherChain, внося в фонд минимальный взнос 0,1 эфира. И максимальный взнос может быть согласно определенным условиям, которые мы рассмотрим дальше. После первого взноса мы имеем право получить обратно 310% своих инвестиций. Например, взнос 1 эфир, на выходе вы получаете 3,1 эфира. Роя 310% возвращается четырьмя способами. Один из них пассивный и три активных по маркетингу. Когда 310% накапливается любым из четырех способов, новый депозит должен быть сделан равным или большим предыдущего, чтобы получать из фонда денежку. 1% ежедневного роя на ваш депозит, максимум 310 дней. Это 100% пассивный доход. 10% комиссия от рефералов первой линии за помощь в росте сообщества. 10% от их взноса, либо первого, либо повторного, любого взноса вашей первой линии. Матчинг комиссия или матчинг бонус для партнеров от ежедневного дохода рои ваших партнеров. Подробности мы рассмотрим немножко позже. И следующий вид дохода – это ежедневный рейтинг пул от всех депозитов для лучших рекрутеров. Итак, ежедневное роя – 1% от вашего взноса ежедневно в течение 310 дней или до достижения 310%. Предположим, вы сделали взнос 5 эфиров, и имеете право получить 15,5 эфира. Ежедневно на пассиве будете получать 0,05 эфира до 310 дней. Или до тех пор, пока этот максимальный лимит не будет достигнуть любым из трех способов. То есть еще плюс 3 способа активных. Прямая комиссия – это 10% от вложенной суммы вашей первой линии. Выплачивается с прямых партнерских депозитов. Допустим, ваш партнер в первой линии сделал взнос в 10 эфиров, вы получаете 10% комиссии, 1 эфир. Нет никаких ограничений на количество ваших партнеров в первой линии, либо в любой другой линии. И здесь момент еще такой, подчеркну, что все комиссии включаются в эти 310% от вашего взноса. Ежедневная комиссия ROI или матчинг-бонус. Как он начисляется? Если у вас в первой линии один личник, у вас открывается матчинг-бонус первого уровня. Вы получаете с первого уровня 30%. Если у вас в первой линии два личника, вам открывается вторая линия, вы получаете 10%. И так с каждым следующим личником открывается следующий уровень матчинг-бонуса. Первый уровень 30%, со второго уровня по пятый уровень 10%, с 6 уровня по 10 уровень 8%, и с 11 уровня по 15 уровень 5%. Матчинг-бонус, точно так же, как и реферальный 10%, учитывается в 310% от вашего депозита. И уровни матчинг-комиссии основаны на том, сколько личных партнеров вы имеете в первой линии. То есть один партнер добавляет одну линию. Ежедневный топ-курс спонсоров 5%. Это ежедневно 5% склада эфира добавляется в ежедневный топ-курс спонсоров. Сейчас меня слышно? Да, 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 хорошо слышно. Итак, поехали дальше. Значит, ежедневный спонсорский пул 5%. Значит, вот эти 10%, которые отчисляются в этот пул, распределяются таким образом. Человек, который сделал наибольший оборот в этот день, получает 40% от этих 10%. Второе место – это 30%. Третье место – 20% и четвертое место – 10%. И этот тоже матчинг, этот бонус по этому спонсорскому пулу также включается в 310% от вашего взноса. Как же функционирует этот наш депозит? Максимальные и минимальные лимиты цикла. Первый цикл – это когда мы присоединяемся первый раз и первый раз делаем депозит. Минимальный депозит 0,1 эфира, максимальный депозит в первом цикле – 10 эфиров. Во втором цикле, когда вы уже получите по первому циклу 310% и делаете повторный депозит, это второй цикл. Во втором цикле минимальный взнос – это 0,1, если вы сделали в первом цикле 0,1, или тот депозит равный вашему предыдущему к предыдущему цикле, или больше. Можно больше делать до 30 эфиров во втором цикле, в третьем цикле до 90 эфиров, и в четвертом цикле, и дальше можно делать до 200 эфиров взноса. Почему сделано разделение вот такое вот постепенно нарастает? Для того, чтобы система не перегружалась, а для того, чтобы система работала равномерно и равномерно увеличивалась. То есть здесь нет цели, что сразу хватануть как можно больше эфиров и сделать какие-то непонятные действия. Здесь рассчитано на долгосрочную работу и на постепенный рост и стабильную работу системы. Идем дальше. Как распределяется средство из нашего общего фонда, алгоритм распределения? Вот все новые партнеры, которые делают взнос, повторные депозиты, новый депозит от вышестоящих партнеров, они все собираются в один общий пул фонда. И деньги из этого пула через смарт-контракт распределяются таким образом. Один процент – это комиссия платформы, пять процентов – это идет на ежедневный лидерский пул, десять процентов – это прямые реферальные комиссии, а восемьдесят четыре процента – это резерв для выплаты ежедневного роя и реферальных комиссий. Матчинг-бонус. И все это у нас, этот вот кошелек, этот пул, это все на смарт-контракте. После верификации к нему доступа не будет иметь никто. Ни команда, которая создает этот смарт-контракт, ни его основатель-создатель, ни любой другой человек. Все будет идти автоматически через смарт-контракт. Остановимся еще на некоторых пунктах важные заметки, чтобы больше и конкретнее понять, что же это такое. Эзерчейн – это проект, организованный по принципу сообщества, на сто процентов децентрализованный, P2P. Все транзакции проводятся только через смарт-контракт в эфирах. Все расчеты, все взаимозачеты, депозиты, выплаты – все абсолютно идет в эфирах. Каждый депозитный цикл составляет 310%. Когда получено 310%, необходимо внести новый депозит, чтобы продолжить зарабатывать или пополучать любым из четырех способов. Один пассивный, три активных. Минимальный вход 0,1 эфира открыт для всех участников без ограничений. Не требует приглашения рефералов для получения ежедневных выплат. Один процент от суммы взноса выплачивается ежедневно всем участникам. 100% пассивно. Для того, чтобы увеличить скорость выплаты вот этих 310%, есть возможность, помогая фонду развиваться, увеличивая сообщество через маркетинг, через продвижение эзерчейн, в любым возможным способом, легальным, конечно, и ускорить получение 310% по вашему депозиту. Опять-таки, уже в самом конце, опять подчеркну, какие у нас пункты основные. Это полная децентрализация финансов, не подконтрольная никому, абсолютно все делается через смарт-контракт. Полная прозрачность, полная справедливость абсолютно для всех, все в абсолютно равных условиях. И полная автоматизация, полностью исключен человеческий фактор. Вот такая вот коротенькая презентация, основа. А теперь, теперь мы с вами, наверное, перейдем в режим вопросы-ответы. Если у вас сейчас есть вопросы, и необходимо что-то вам выяснить, уточнить, давайте мы с вами, сейчас я включаю микрофон, возможность микрофоны включить, и задавайте ваши вопросы. Только, пожалуйста, поднимайте руку, чтобы мы по очереди могли разговаривать. У кого есть еще вопросы, поднимите ручку, я вас подключу, микрофончик. Да, Максим, слушаю вас. Здравствуйте, слышно, да, меня? Да, слышно. Ага, так, ну вот такой вопрос, да, по смарт-контракту. Раньше смарт-контракты вообще были, да, были даже модными, где-то примерно в 2018 году это течение было популярное, но потом вот стихло, и вот сейчас опять появилось, да, как я понял. Но тут вот какие были недостатки в старых смарт-контрактах, где-то были баги, ошибки, через которые организаторы могли забрать деньги, да, и второй момент был то, что, ну, как бы не скажу, что система прямо-таки справедливая для всех, все равно там есть первые, и все равно там есть последние. И, как бы, это как общий котелок, в который, допустим, если ты попал последним, ты, как бы, можешь и не успеть свое забрать, и, как бы, смарт-контракт раньше закончится, ну, имею в виду, баланс эфиров закончится, и у тебя тогда нечего будет подчеркнуть, ну, эфиров, как бы, не останется уже в котле. Как вот с этим смарт-контрактом можете прокомментировать? И, допустим, там даже расчеты были, да, сколько дней будет держаться тот или иной смарт-контракт, там еще рассчитывали раньше, там у нас формула была, вот, сколько дней будет держаться, сколько участников, сколько там китов, не китов, вот, и как быстро... Да, Марина, я поняла ваш вопрос. Давайте по порядку. Тут было несколько вопросов в одном. Значит, смарт-контракт. Чем этот смарт-контракт и эзерчейн отличаются от других? Предыдущие все контракты, те, которые, вот, вы говорили, и 2018 год, и теперешние последние, это матричные смарт-контракты. Это здесь в эзерчейне матрицы нету. Здесь есть общий пул. Значит, поскольку матрицы, в принципе, даже нету элементов никаких матриц, здесь нету первых, нет последних. То есть, смотрите, если вы зашли сегодня, кто-то зашел через месяц, он зашел за вами, но вы через месяц, допустим, вы поработали активно, вы свои 310% по вкладу выбрали, вы делаете следующий взнос, то есть, вы уже становитесь вниз, а человек, который зашел за вами через месяц, он становится вверх. Здесь идет вот такой вот постоянный круговорот. Здесь нет ни первых, ни последних. Здесь все в абсолютно одинаковых условиях. Это первый момент. Вернее, уже второй. То есть, первый, это которое не матричное. По поводу, так сказать, вот ситуации. Вот сегодня закончился последний депозит, с завтрашнего дня больше никто не входит с депозитами, не вносят. Значит, смарт-контракт запрограммирован таким образом, что в зависимости от того, какое наполнение его на данный, на конкретный день вот остановки будет, он запрограммирован до самого нуля выплачивать всем одинаковое количество, один процент от их депозитов до того момента, пока не будет в этом пуле ноль. То есть, он заранее запрогнозирован, уже запрограммирован так. Поэтому там по разным расчетам это может быть от 40 до 50 дней выплаты. То есть, по сути, от 40 до 50 процентов самых последних депозитов, которые были внесены, будут возвращены. Так что самый большой риск в этом смарт-контракте это потерять 50 процентов своего депозита. Это еще один вопрос. И вопрос по поводу багов, бэкдоров и всего остального. Значит, сейчас вот как раз 9 июня у нас проходит предстарт, отрабатываются абсолютно вот все моменты, выявляются, где какие баги есть, сейчас вот второй раз перезагрузку делают смарт-контракта, добавляют еще по пожеланиям лидеров, команд, которые зашли вот в этот предстарт, там доработки какие-то, вот еще там оповещения, более расширенная, допустим, статистика, еще вот эти вот все моменты, они дорабатываются. И дорабатываться они будут до того момента, пока система не будет работать абсолютно вот ровно, без никаких багов. Это первый момент. И перед верификацией команда разработчиков сама самостоятельно еще сделает полный аудит на наличие бэкдоров, то есть каких-то вот этих вот лазеек, через которые кто-то может куда-то залезть. Это первое. И после верификации, верификация будет проходить таким образом, что будет изъят от доступа, будет сделан отказ от прав владения на смарт-контракт и верифицирован полностью с таким расчетом, чтобы никто, даже создатели, даже команда разработчиков не имела доступа к этому смарт-контракту. Я не программист, я этих всех терминов так вот точно не знаю, но смысл, я надеюсь, вы поняли. И после этого мы уже договорились, что будет независимая экспертиза, независимый аудит будет проведен уже сторонними ребятами, сторонней командой, которые дадут свое заключение, вот по поводу вот этих вот всех моментов, чтобы люди, которые заходят в смарт-контракт, были уверены в том, что он действительно то, что заявляется его вот создателем и командой разработчиков. Надеюсь, я полностью ответила на ваши вопросы. Я хочу еще добавить, что после верификации откроется код. Сейчас код закрыт, после верификации код будет открыт, его сможет прочитать любой. Да, и сделать самостоятельно свою собственную экспертизу, либо аудит, либо просмотреть полностью, сделать свои собственные, так сказать, заключения и свою экспертизу. Да, Максим, есть еще вопросы? Так, ну, пока вроде бы все, в принципе, можно сказать, исчерпывающее. Ясно. Хорошо, так, значит, мы переходим сейчас не вижу по вашей регистрации, не вижу, как вас зовут, айфон Нерло. Здравствуйте. Меня зовут Нергун. Да. Некоторые ребята присутствуют. Это мои ребята. Да, по поводу создателей есть касательно такой вопросик, и вопрос по поводу Телеграм-бота. Когда он будет функционировать и какие функции они будут, ну, будет предоставлять этот бот именно? Пока, пока мы еще точно не имеем этой информации, предварительная информация по боту, это будет оповещение о всех действиях в вашем кабинете и о необходимости, допустим, делать следующий депозит. Подробности все это будет немножко позже. На сегодняшний день я еще не имею такой информации, еще не озвучивали ее. А по поводу создателя этого смарт-контракта, это публичная личность, это Андреас Картрут, он по национальности норвежец, проживает в Швеции в городе Мальмю, он сетевик со стажем, у себя в стране он является публичной личностью в Швеции, поскольку он занимался профессионально спортом и несколько лет назад, лет 8 назад, он был призером европейского чемпионата по кикбоксингу и он, скажем так, достаточно известный человек в своей стране. Кроме того, он последние 8 лет он работает в сетевом маркетинге, в некоторых проектах, в некоторых таких крупных компаниях, и вот он тоже, пройдя вот и товарные компании, и инвестиционные, и смарт-контракты, и все он, так сказать, прошел это как участник, просмотрел, как оно все работает изнутри, и пришел к выводу, что можно сделать что-то лучшее, что-то немножко по-другому, и вот результатом, так сказать, его действий, его мыслей, осмысления вот этого всего процесса получился вот этот вот эзерчейн. Более подробно о нем самом и, так сказать, встретиться с ним в эфире можно будет на встрече во вторник в 20.30. Мы в чат скинем с Еленой ссылку на этот вебинар. Можно будет там, будет короткое представление, и он будет там участвовать сам, представить себя, представить проект, и вы сможете также, ну, скажем так, увидеть его вживую через камеру, и, если будет необходимость, задать свои вопросы. Хорошо, понял. Есть еще такой вопрос. Вы упомянули, что при работе смарт-контракта до 310% человек идет автоматически вниз. При этом данный партнер теряет своих лично приглашенных людей, структуру или нет? Нет, ни в коем случае. И он идет не вниз, он просто делает повторный депозит. Здесь нету верха и низу. Здесь вот все, как солнышко вокруг этого вот нашего общего пула. Когда заканчивается 310% вашего депозита, вы выводите сумму, последнюю, которая вам положена до 310%, делаете следующий депозит и выводите остальные ваши реферальные. Ваш кабинет остается за вами, ваша структура, построенная вами, остается за вами, ничего не пропадает, ничего не меняется. И вы продолжаете получать свои бонусы согласно вот вашему, вашей построенной структуре. То есть привязывается кабинет к вашему адресу эфириума. Да, я видел. Да, и вот с этого же адреса вы делаете повторный депозит и все. И все остается, все за вами остается абсолютно. Если вы не делаете повторный депозит, оно все у вас накапливается. Когда вы сделаете повторный депозит, вы сможете его опять вывезти. То есть оно никуда не пропадает. Ясно. Еще вот такой вопрос касательно кошельков. Вот iMtoken для айфонов и Trust Wallet для андроидов. Там вот я вижу, что именно транзакции и комиссия слишком дорогая для вывода либо ввода маленьких депозитов. там компания в будущем планирует ли добавлять новые кошельки или работать с браузера, так, из Erkan или как-нибудь. Какие-нибудь способы будут новые или добавляться или функционировать? В будущем это не планируется, это делается уже сейчас. Вот сейчас как раз вот в эту перезагрузку этого смарт-контракта, вот та, что происходит сейчас, там вот они как раз прорабатывают этот вопрос для того, чтобы уменьшить количество мелких транзакций внутри смарт-контракта и чтобы оптимизировать момент вот сумм больших комиссий. Я опять-таки я не технар, не программист, я вам точные термины не скажу, как это называется, но сам смысл, да, сейчас вот это вот как раз вот делалось и мы увидим уже после того, как включится сайт, протестируем это все. Комиссии, по идее, должны быть уже намного ниже. Дело в том, что потом это уже нельзя будет сделать, потому что сам сайт это, скажем так, только оболочка это визуализация смарт-контракта, а все действия происходят внутри смарт-контракта, поэтому это надо сделать именно сейчас вот до верификации, что сейчас вот и делается. Поэтому сейчас не стоит вопрос, как можно быстрее верифицировать вот сегодня на завтра, протестировать всю систему, чтобы она работала оптимальным вариантом. Поэтому это может вот занять еще пару дней. так что мы как раз вот ждем. Сейчас вот откроется сайт, он выйдет, как сказать, в эфир, и мы протестируем это все. Если будет нормально все, уже протестирована вся система, значит, тогда начнется верификация. Если вылезет еще какие-то моменты, которые необходимо доработать, значит, их еще доработают. Получается, мы сейчас в данное время все находимся в предстарте, и старт будет только тогда, когда будет верифицирован и открыт код смарт-контракта, правильно? Да, официальный старт смарт-контракта будет после верификации. Сейчас предстартовый вариант. Предстарт. Предстарт. Приблизительных дат или таких времени не подсказывали? Все заинтересованы сделать это как можно быстрее. Ну, вот смотрите, если вот сегодня включается сайт, если мы тестируем вот 24-48 часов, уже все нормально, уже никаких доработок не надо будет делать, значит, через 48 часов начнется процесс верификации. Если надо будет еще что-то доработать, значит, пройдет еще цикл доработки орудней, опять протестируем, все нормально, значит, будет верификация. Тут таким образом, тут конкретной даты, ну, скажем так, не может быть. Но все, все хотят уже как можно быстрее. И сами разработчики, и Андреас Картрут, все работают для того, чтобы это уже сделать так, как положено и закончить этот процесс. Но пока будут какие-то баги, какие-то необходимости доработок и смарт-контракт не верифицируют, потому что уже после верификации никаких изменений быть не может. То есть это вопрос не недель, месяцев, а вопрос дней. Да, я понял. У меня вопросов все, спасибо. Да, пожалуйста. У кого еще ручка поднимается? Нет. 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 вопрос. Виктория, у вас есть вопрос? Виктория, Сергей, открыли микрофончики и либо не слышат, либо не сформулировали вопрос. Хорошо, тогда, если вопросов нету, на сегодня мы закончим нашу встречу. Я думаю, что мы на следующей неделе выставим график презентации, будем встречаться чаще, так что новичков, ваших партнеров, которых вы будете приглашать, приглашайте на презентации и будем вместе разбираться со всеми подробностями. Будем помогать друг другу выстраивать наших партнеров. Хорошо, тогда на сегодня мы с вами прощаемся и работаем в чате и на следующей неделе опять встречаемся на презентации. Всего вам доброго. Спасибо, Оль, спасибо, до свидания. Игорь Негода. Продолжение следует...